Петелька за петелькой из-под ловких пальцев появляется будущая щупальца осьминожки. Это непростая игрушка, поэтому вяжется по определенным правилам. Нитки, только хлопчатобумажный, наполнитель, гипоаллергенный холофайбер. Все максимально безопасно для недоношенных малышей. Заместитель директора телекомпании Енисей и телеведущая Анастасия Лушникова сейчас в декрете воспитывает маленькую Дашу и, прочитав в интернете о такой интересной инициативе за рубежом, решила сделать подобное и в Красноярске. Идею поддержали в Краевом центре охраны материнства и детства. Хотели просто сами чем-то помочь, если я умею вязать, если я умею что-то делать крючком, и я могу посвятить этому сейчас время, почему я это не могу сделать? Если я могу взять эти петельки, это самые простые петельки, столбик без накида, которые там может делать любой неумеющий человек, мужчина может брать и вязать. Почему я не могу взять и связать этого осьминожка, если действительно это поможет какому-то ребенку? Зачем вязанный осьминог нужен недоношенным малышам, объясняют врачи. Находясь в кювезе, дети часто вырывают зонт, через который им поступает питание. Ставить его заново приходится несколько раз на дню. Это травматично и беспокоит ребенка, а щупальцы игрушки напоминают ему по форме пуповину. Если ребенок возьмется за щупальца осьминожка, то он будет спокойно лежать, спокойно дышать, и зонт ему уже так мешать не будет. Мы уже с нашим эпидемиологом обговорили, какие требования нам нужны, чтобы каждый осьминожек обрабатывался. Это может быть стерилизация, это может быть стирка. Поэтому в нашем учреждении это все возможно. На первом этапе нужно как минимум 50 осьминожек. Именно столько недоношенных детей находится в отделениях центра каждый день. Сейчас игрушки спешно вяжут красноярские мамочки. Дарья говорит, об этой проблеме знает не понаслышке. Ее тройняшки тоже родились недоношенными. Когда я узнала, что есть такая практика, что вот таких осьминожек кладут в кувес, и они чувствуют, как будто это пуповина мамина, перебирают и успокаиваются, то я поняла, что это то, что очень нужно говорить об этом в нашем городе. Кстати, многие даже в Москве об этом даже не знают. Люди стали звонить из Москвы, спрашивали, что это за осьминожки. Мы бы хотели такие же у нас в городе, чтобы были. Организаторы акции говорят, готовы даже научить всех желающих вязать осьминожек. Дадут нитки и холофайбер, который, кстати, безвозмездно предоставили красноярские предприниматели. На уже готовые игрушки можно приносить в Краевой дворец пионеров и школьников и на вахту нашего телеканала. Затем активисты передадут осьминожек в Центр охраны материнства и детства. Елена Бурасова, Ольга Тишинина, Андрей Крупнов. Новости.